В том, что происходит на Ближнем Востоке, есть и еще одна грань, часто остающаяся за кадром. ИГИЛ уничтожает до седьмого колена неверных, в первую очередь христиан, их святыни, их историю, их города. До ИГИЛ братья-мусульмане, также уничтожавшие в Египте коптов-христиан. Аль-Каида, по всему миру взрывающие и сжигающие неверных. И эта ветхозаветная жестокость уже приняла такие масштабы, что на неделе стало известно о по-настоящему историческом событии. О том, что считали невозможным многие века. Патриарх Кирилл и Папа Франциск встретятся в Гаване, причем срочно, уже в следующую пятницу. Ради спасения паствы отцы церквей решили на время забыть обо всех противоречиях, ссорах и взаимных обвинениях в отступничестве и сделать шаг навстречу друг другу. А ведь только что казалось, что верблюду проще пройти сквозь игольное ушко, чем предстоятелям согласиться на такую встречу. И, что характерно, пройдет она безо всяких предварительных условий. Как говорил еще покойный святейший патриарх Алексей, нас не интересует просто протокольная встреча, рукопожатие перед телекамерами. Нас интересует такая встреча, которая помогла бы решить реальные вопросы. Главный из этих вопросов – это гонение на христиан, чтобы остановить эти чудовищные преступления террористов, которые совершаются, к сожалению, на глазах у всего цивилизованного мира и которые пока что мир еще не нашел средств, как остановить. Обе церкви призвали молиться за то, чтобы переговоры прошли и прошли успешно. Но если отвлечься от религиозной составляющей, вывод напрашивается сам собой. Ситуация настолько острая, особенно в Сирии, что на нейтральной территории отцы не примирение церквей обсуждать будут, а спасение людей. Судя по всему, это главный и единственный повод для встречи. Ведь идет резня христиан, видеоотчеты о которой террористы выкладывают в сеть. Продолжение следует...